Царь у небесной, утишься для души истины, И живи здесь, и вся исполняй сокровища благих, И жизнь подателю предель всей церкви, И очисти меня всякие сквери, и спаси благо души наши. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни налево, ни направо От истинного понимания божественных слов Твоих. Прибудь с нами и в этот благодатный воскресный день. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец Сын и Святой День. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Тимофея, святого апостола Павла, 2 глава, 21 стих. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, Освященным и благопотребным, владыке годным на всякое доброе дело. Толкование. Видишь ли, что быть золотым или глиняным сосудом зависит не от природы или вещественной необходимости, как думают манихеи, А от нашей воли. Ибо каждому возможно очистить себя, то есть совершенно освободить от глиняного и деревянного, и утвердить в себе золотое и серебряное произволение. Павел был глиняным, но стал золотым. Иуда был золотым сосудом, но стал глиняным. Итак, если глиняные сосуды унижаются, то как апостол говорит в другом месте, сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Там он говорит о природе нашего тела, ибо как глиняный сосуд есть не что иное, как обожженная глина, так и тело наше есть не что иное, как земля, скрепляемая теплотой души. Здесь же апостол говорит о свободном произволении. Итак, глиняные сосуды негодны для руководственной цели Господа Бога, который хочет, чтобы все спаслись, хотя, как сказано, эти сосуды и представляются пригодными для иного употребления. То есть, хотя бы и не настало время делания, однако он будет пригоден и готов даже на мученичество или детство. Напомню, впереди мы говорили о том, что в большом доме есть сосуды разные, одни в почетном употреблении, а другие в низком употреблении. Понимаете, в доме есть поганое ведро, а есть ваза хрустальная, куда цветы ставят или кубок какой-то, фух, я не знаю. И вот эти сосуды сравниваются с людьми. То есть, люди тоже разные. Есть гнилые люди, подлые, злые, хитрые, коварные, злобные, а есть добрые. Так что, Господь одних так сотворил, других так? Да нет. И толковательно он говорит, это зависит от свободного волеизъявления. Вот сегодня братья нашим говорили. О чем он говорит, как ребенок над ним нянчится? Он и ребенок, и не ребенок. Вот ребенки наши сидят. Нянчиться с вами надо или не надо? Ребенки наши. Вы взрослые уже или еще дети? Не знаю. Ну не знаю. Внимание нужно вам? То есть, в воле... Нет. Нет, нет. Нет. Да. Чтобы вас кормили или ты... То есть, вы тверды такие, в воле прям... Че вам дьявол... Тихо. Дьяволу дать ответ отпор готовы прям всегда. Воля ваша твердая и непоколебимая. А вот брат наш, слабовольный. Поманили его пальчиком. Пойдем, брат говорит, выпьем. И он пошел. И приходится нянчиться, потому что сосуды... Вот он был в почетном употреблении. Честь ему такая выпала. За голубями ухаживать. Я вот сейчас там помесил по мясу. Честь мне выпала великая. Но однако, когда я хочу приедет, раз будет честненько. Потому что сколько они убирали. Они дохнут, может быть, из-за этого, что ли. Да за что ни возьмись, везде Миша все делал. Ну вот. Ловичку. Печку, мишу, ведра. И вот здесь вот тоже говорит, что не Господь одних сотворил, а вот Павел был глиняным, гнал церковь, злобствовал. А стал в учительном церкви, стал ловить христиан в ангельской сети. Иуда был золотым сосудом, то есть он был среди двенадцати апостолов. А стал предателем. А почему? Сегодня читаю тоже храме. Кто может сказать? Почему Иуда стал предателем? Тарас. Тихо. Не подсказывай. Да подождите вы, дайте. Я закрываю лицо, я не поднимаю руку. Я против того, чтобы на меня наводили камеру. Убери. Он туда сядь в угол. Он туда будет указывать еще. Нет, я не указываю, я просто прошу. В угол села бы туда, сама-то села. Никого здесь не держат. Говори. Иуда стал предателем, может, потому что он хотел больше денег? Больше денег? Да тридцать серебряников не такие уж великие деньги. Так он же ящик имел деревянный, собирал. Там сколько накопил-то. Да, ящик там было много. Значит, сатана его все-таки через денежки. Близко, да. То есть, смотрите. Один грех цепляется за другой. Понимаете? Как вот птичка коготком увязывала и вот тут в смолу. И вся потом. Хотя один коготок. Один грех он сделал, потихонечку стал приворовывать. Ну, видать, немного, видать, был. Потому что был вор, а стал предателем. Предательство это еще. То есть, он встал на сторону врага, друга своего предал на смерть. Какие-то тридцать серебряников. Не из-за денег он это сделал, конечно. Но причина то, что вот он своевольно воровал, то есть, грешил. Он знал, что этого делать нельзя. То есть, ему подсказывало, он своевольно грешил. И так же в пьянстве. То есть, человек знает, что этого делать нельзя. Что пьяницы, Царство Божие, и наследие напиваются. А что дальше происходит? В пьяном угаре такие преступления совершаются. Ужасные. Смертоубийство, детоубийство. Женоубийство. Понимаете? Почему? Потому что человек сам открыл дверь дьяволу. Сам начал грешить. Нужно бояться этого. Чтобы не стать нам, как Иуда, предателем. Мы молимся в вечернем правиле. Чтобы не принять печать Антихриста и не предать, как Иуда. Вот. Вот. Слушай-то раз дальше. Второй Тимофеев 2.22. Юношеских похотей убегай. Одержись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Толкование. Юношеские похоти. Не только блудная похоть, но и всякое, правильно, неуместное пожелание, властолюбие или корыстолюбие. Ибо эти страсти и фантазии безрассудны и свойственны нетвердым душам. Смотри, как страсть употребляется юности. Правды называет добродетель вообще. Истиной и твердой верой и расположение к тем, кого любишь. Как бы так, говорит, не будь неверен и не тверд. Поэтому прибавляет следующее. То есть доверяй только тем, которые призывают Господа непритворно и нелицемерно. Которые любят мир и не склонны к распрям. С ними общайся. Это глава вторая мы проходим. Вот и в один ряд ставят как раз блудную похоть и похоть властолюбие и корыстолюбие. Все вот это вот один грех цепляется за другой. Был вор стал предатель, был блудник стал вор, корыстолюбие, властолюбие. Властолюбие. Что такое властолюбие? Как ты это раз понимаешь? Властолюбие. Наверное, лестница старается там. Да не всегда власть тут уже нужна. Ну давай. Ну возгордиться может. Вот точно. Точно может возгордиться. А что значит возгордиться? Я-то вон какой, а вы в пешке. Ну говори. Может потому что вот гордость это когда ты возвышаешься, ну как вы сказали, вот я такой, весь такой, а вы все такие. Ниже клинтуса. А гордость это гордыня. А гордыня греха. И дьявол отвал не согрел. И обычно дети начинают хамить родителям, когда совершат вот блудный грех. Все, я уже взрослый, у меня личная жизнь, да пошла ты. И все. А написано, кто не почитает отца и маме, будет... Не будет долго жить. Его или пришибут где-нибудь, ревнивый муж или жена, на блудной койке из-за ревности. Либо еще что-нибудь. Либо заразит какими-нибудь заразными болезнями, спидом, проститутка какая-нибудь. Вот чего бояться тоже надо. Все заодно цепляется. И Господь нас... А или страхом спасать. Нагнать страху надо на ребенка, чтобы он как огня боялся этого. Не прикасайся. И дальше апостол Павел пишет Тимофею. Второе послание, 2 глава, 23 стих. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Толкование. Видишь ли, как апостол везде отклоняет Тимофея от состязаний. Это не потому, чтобы Тимофей не был способен опровергать их. Он был способен. Но потому, что совершенно бесполезно и вступать в такие состязания. И из них не выходит ничего доброго, кроме ссоры и ненависти. Таких состязаний, говорит, отрицайся, как глупых. Есть другие изыскания. Именно об истинах Писания, которых не следует отрицаться. Потому, что они не рождают свар. Смотри, как и заблуждаются те, которые ссорятся. Так же и при изысканиях относительно Писаний. Вот сколько относительно Писаний, споров и ссор. Я недавно подвозил одного клиента. И он так смотрит на меня. А вы, говорит, староверная, наверное, борода. Я говорю, да нет, а откуда вы? Я говорю, община, Игнатия Лавкина. Да, конечно, слышал. Конечно, слышал. Но я другого мнения. Про нас. Ролик в интернете тоже сняли. Что мы, которые дружным сигналом Тихоновичем, нас такими ослами изображают, и я, и я, и я того же мнения. А вот он другого мнения. То есть он был верующим, писал иконы, про себя рассказывает. Ходил в храм. Все, все, все. Потом все это бросил. Почему? А вот начали мнения о спорах. Есть такое мнение, что все спасутся. Вот. Это мнение высказал Алексей Ильич Иосифов. Его даже некоторые монахи там. Книги его жгли. Анафемы. И он приводит цитаты святых отцов, что святые отцы, некоторые тоже так верили. Но они приводят в контекст, как бы вырывают этих святых отцов. То, что они впереди говорили, упускает. И получается такое вот искажение, когда не полностью весь смысл, что хочет передать этот святой отец, он вырвал. Так что вырвал. Значит, вот все спасутся. Все спасутся в том смысле, что у всех есть возможность спастись. А, это другая. И все. Вот. И это нужно, этот смысл надо понимать. Понимаешь? Господь любит всех. Он желает, чтобы все спаслись. Он все для этого сделал. Он отдал Сына Своего Единородного. Но если человек не принимает эту жертву... Тут хоть за уши тянешь. Да. Вот. И вот мнение разное. Но разве Господь, вот Он творил, вот Он рассуждает, вот этот мужчина-то. Чтобы все в ад пошли. Столько миллионов, столько. Я говорю, ну так написано. Я так верю. Ты сам подумай. Да что мне самому... Сам подумай, это... То есть человек, самомунение от своего ума. А мне не нужен свой ум. У меня вот. Я как вот этот ослик. Я того же мнения, что святые отцы. И говорит, не все спасутся. Библия нам говорит. Мало спасаемых. Остаток спасется. Что такое остаток? Ну, остаток это не все. Останутся евреи, которые уверуют, которые примут. Они спасутся, а которые не примут, не спасутся. Кто не будет есть тело и пить крови, не войдет, сад с Таи Божи. Не войдет. Потом мучения временные. Они когда-то прекратятся. А перед этим говорит, что времени не будет. Я говорю, как? Ты говоришь, что времени не будет, а мучения... Настанет время, когда они прекратятся. Но если времени не будет, значит и мучения никогда не кончатся, раз времени нет. Если время есть, значит оно кончится. А если времени нет, что? Бесконечно. вечных мучений и потому что так хочет господь а потому что так вот он создал мир вечный временное только зло на этой земле оно должно быть уничтожено и он еще такой вопрос но христос же вывел из ряда всех когда на кресте то умер а что потом всех он вывел а потом опять все давай опять наполняться что ли какие-то вот такие вот рассуждения вот это вот и есть мнение о спорах мы с ним не поссорились не он высказал свое мнение я говорю ты и забыл он пожелал мне как бы потом прозреть спаси господи или там я не знаю прозреть я я скоро не уступал но я отстаивал истину истину так православная вера и самое ужасное то что среди православных остается и он не просто просто он учитель он учит священников алексеевич нет и и что с этим человеком произошло то есть он уверовал что спасутся все стал бриться перестал поститься а зачем и дальше говорит но я вот это все делал это меня не меняла я какой был такой это это нет это рассказывает мне мужчина с которым он мне говорит что-то мечешь с осипом она даже носила кстати тоже бритый я говорю почему ты перестал иконы писать перестал все-все а меня это не меняло а сейчас я изменился как я стал и тут живет я стал такие такие же как все грешники а вы все гордецы вы все странно как тот человек живет свято и праведно тот гордец а который грешник только грешный это вот как все я скромный такой зато не возгордился вот сергей козлов мне нравится его фраза крестился крестился возгордился такие ступени у человека с кем-нибудь сейчас общается сергей так болен что не может общаться но он сергей ильин еще ведет занятия сергей козлов там присутствует по воскресеньям там жарко у них бывает то есть тоже вот эти вот баталии мнения о спорах мне не по душе честно до ссор бывает доходит что оскорбляют друг друга унижают поэтому надо научиться разделять где вот эти вот состязания словесные нужно уклоняться чтобы не получилось 40 а где нужно ставить твердо истины чтобы не оказаться предателем истины молчанием предается бог есть такая книга поэтому написано с еретиками обращайтесь кротко чтобы не было ссоры и ненависти у него к тебе и у тебя верит он так но поврежденным умом болезнь ума то есть таким людям то есть люди душевно больные у сестра психически больные душа больная ум рассудок поврежденных и вот и ретики они тоже то есть они так тоже к ним просто как больным нужно относиться которые не признают себя больными вот еще есть две категории больных один кричит помоги умираю дай таблетку другие играют ты сам больной 2 тимофея 22 24 рабу же господа не должно ссориться но быть приветливым ко всем утешительным и незлобивым толкование приветливым то есть кротким почему же апостол говорит обличайся всякую властью и строго и тут 2 15 еще никто да не пренебрегает юностью твоей потому что сильное облегчение тогда особенно трубой когда она делается с крутостью скорее можно тронуть крутостью чем пристыдить строгостью далее учительным должен быть раб господа и далее только для желающих учиться ибо он же говорит еретика после первого и второго вразумления отвращайся он не хочет учиться не вразумляется титу 3 10 далее не злобивым в особенности это качество нужно иметь и в ожидании обращения и постоянного научения и не скорого отлучения смотри что следует дальше если излишняя строгость он что-то решил сразу его отлучил на 10 лет там можно так как то экономия еще такая есть тоже в этом что-то есть вот об этом апостол и говорит что в ожидании обращение то есть нужно иметь терпение то есть ты облегчил человека человек не сразу кается он стоит на пути покаяния поэтому нужно дать время вот миша он не может сразу бросить ему нужно дать время может быть ему и это бы помогло продрать как следует то что это тебе не собака че ты 90 процентов исцелений статистика бросают пить от того что их подпорят розгами понимаешь бьют душа настолько связано тело что врачу я тело врачу ему стыдно силы воли нету эту волю можно немножко укрепить разбудить или разбудить да или совесть разбудить если детей понимаешь господь учит не жалею розги ребенка не жалеет дабы впоследствии утешаться сегодня пожалеешь розги впоследствии будешь слезами имывать передачки в тюрьму носить и вот тоже быть приветливым ко всем учительный незлобин сегодня утром брат прости меня ради христа я нагрубил на тебя по телефону я уж и забыл да ученые прощения просят он вспомнил мне нельзя грубить даже даже если ты был тысячу раз прав а неправ неправ а я тысячу раз прав я не должен был тебе грубить все так думали все братья так умели бы покаяние переносить а то иногда нагрубят и сестрам и все не сказать просто но прости меня даже если я не помню но прости меня и сестра успокоится и и и все и мир сразу будет на душе у обоих нет мы не признаем мы зачем же так что тому брату просто похвала молодец ну что так сделал подошел к тебе и сказал это самое такое тоже с одной рассорились ну и в храм то идем а брат ко мне подходит а ты вот нужно сначала примириться потом в храм идти написано у меня сразу раз я и обратно пошел примирился и уже молиться легко хотя я и прав но однако вот но мы христиане царь должны поступать чтобы мир был мир между братьями дружба с миром есть вражда против бога проект тоже не забывай с миром имеется виду не мир дружба с миром что такое дружба с миром есть вражда кем не идти на поводу у плохого человек ушел в мир мир же это хорошее слово но есть и другое значение второе есть верующие люди да а мир может это все что Иисус посетворил ой бог ну вот это ну человеческое всякие ну о чем сегодня Виктор Андреич говорил о лас-вегосе вот это вот и есть мир мир казино карты деньги проституция наркотики тут вражду и против он может сам не воровать может укрывать вора зная что он не напишет на него заявление этим самым оскорбляем будет а ты думал что то я такой же как ты 25 стих скротостью оставлять противников не даст ли им бог покаяния к познанию истины толкование со строгостью и бранью душа не может усвоить ничего полезного ибо тот кто хочет научиться чему-нибудь полезному прежде всего должен быть расположен к учителю но как можно быть расположен к человеку который сердится и бранится почему же апостол говорит еретика после первого и второго разумления отвращайся там он говорит о неисправимом человеке о котором известно что он болен не излечимо а здесь речь идет о тех которые уже не излечимы но и видно что и видно из последующего может быть говорит и будет какое-либо исправление слово не даст ли употребляется предметах неизвестных или сомнительных следовательно нужно отступить только от людей совершенно не излечимых сомнительных нужно стараться исправить заметь как он получая смиренно мудрю не сказал не можешь ли ты но не даст ли им господь прийти в себя если говорит и произойдет что-нибудь то принадлежит господу ты не гордись поэтому если и мы убедим кого-нибудь не будем думать что мы сами убедили вот это тоже надо помнить конечно учителю у которого много учеников которые слушают его рот открыв он легко может вас гордиться не гордись но бойся есть фильм такой притчи смотрели там монах один тоже проповедь читал а женщина тебе бы книжки писать числа и у него заиграла возомнила себе великий проповедник вот я еще хотел сегодня в интернете увидел плакат стоит молодой человек в камилавке в одежде священника и держит плакат чувство верующего оскорбить невозможно еще раз повторю на плакате написано чувство верующего оскорбить невозможно и мне почему-то это так плакат и понравился я хотелся к всему то есть я имел смысл что вот как раз вот этот тот монах помните вот когда он воскорбился ему настоятель говорит а ты иди на кладбище они тебя будут ругать мертвеца мертвецами хоронить какого-нибудь его ругай потом и второй раз первый раз хоронили бомжа какого-то там пьяница а ты горит его хвали какой был человек хороший потом как и заболзыги идут который с ними выпивается мы дали ему глаз стать иди опять на кладбище опять будут хоронить но ты теперь его ругай да там как раз братки хоронят своего авторитета вот этого наоборот он хвалил бомжа вот это наоборот надо тебе ты издеваешься что ли он был заболдыг этому всем должен был вот и на сайте со мной говорит так и тебе когда тебя начнут кто-нибудь оскорблять то ты будь как мертвец мертвый тебе отвечал что-нибудь нет не отвечал ну где друзья там в ломили конечно это другой вопрос вот так же и мне этот плакат понравился чувство верующего оскорбить невозможно то есть невозможно если я отвергся себя как бы мне меня не оскорбляли я в ответ не должен отвечать не отвечайте за злословие на злословие вот этот смысл вот но потом то я когда нажал на весь план как бы его фотографию увеличил там подпись внизу мы против то есть смысл такой что есть закон помните покемонов ловил храме человек не помните но история известная то есть человек снимает себя на 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 видео играет вот я сейчас зайду в храм и буду ловить там покемонов есть такая игра компьютерная какая-то там и мне вроде как по барабану все и то есть закон оскорбления чувства верующих верующие они этим деянием оскорбились мы молимся он тут какой-то покемонов были еще как они пуссеры или как их девчонки то плясали то богородица защите пипи сера пи сера тоже их осудили и пытаются издать такой закон защиту неверующих как бы то есть верующего оскорбить такой комментарий можно только вот в храме или на богослужении это мы согласен но если ты где-то в электричке едешь не расскажешь на христе и тебе кто-то начнет тебя оскорблять вот этот закон уже не сработает и вот они против этого борются что если даже верующего в электричке начнут там оскорблять твои чувства то то есть я немножко при перепутал смысл этого плаката вот но теперь давайте разберемся там христа до чувства то есть наши личные чувства оскорбить как христианин невозможно но если христа оскорбляют духа святого пуля если будет дочери царя насилия неужели бы ты царю не захотел сделать приятно я бы заступился а за бога ты чего-нибудь не хочешь заступиться за истину но есть же такое есть же такое что если кто похудит сына то это сама простится ему а если кто похудит духа святого то ему не просится не в этом веке никто поэтому господь он как бы хоть ты ему что говорили ты как бы это отлетает как от стены а дух святой это то чего ну как похудить только не верующий не верит который допустим бога тут может похудить нет веры в нем но в чем разница между слои на сына человеческого на христа на христа написано проститься на духа святого не проститься чем отличается и попутный вопрос какой если какой-нибудь грех который господь бы милостивый не мог бы простить вот эти два вопроса вот если такой грех который бог не может просить хула на духа святого самоубийство да вот исчезла еще сказал хула на духа святого господь не может вопрос точно есть мнение что господь милостив он силен простить любой грех который бы человек не совершил не читал это он не был здесь разница это тут как бы она как бы перемешана речь идет о том что если хула на духа святого она не простится а хула на духа хула на христо проститься здесь идет речь совершенно о другом что на духа святого потому что хула идет этого человек против бога это против ну как сказать ну как не верующий человек. Почему он неверующий? Да потому что в нем нет, он не может уверовать. Почему? Потому что в нем не может быть веры. Это говорится о том, что он уже от веры сам себя отдалил каким-то таким страшным неверием и страшными делами своими, что ему не простится. Вот это колонно Духа Святого, это когда человек не может уверовать. Чуть-чуть неправильно. Он не может не уверовать, он не может покаяться. Покаяться, не уверовать, а покаяться. Покаяться. Вот Игнает Тихонович приводил пример. То есть человек ходил видимо на занятия и увидел Игнает Тихоновича и увидел и так бутылку так раз прячет с пивом. И это глаза опускает, а Игнает Тихонович ему говорит, или не Игнает Тихонович, но в смысле он такой говорит, ты покайся. Это я не могу. Вот когда у человека отнято покаяние, он не может покаяться. Он настолько возненавидел свет, настолько возлюбил тему, что не Господь не в силах его простить. Не проститься это значит, что он не будет просить прощения. Нет покаяния. Да, нет покаяния. А так вот, кроме самоубийства, любой грех. Как бы низко человек не пал, Господь... Вот море это милость Господа, а грехи его это как выскорка маленькая. Вот этим морем Господь может милостью своей заглушить этот грех. Не знаешь, как говорится, всемилостивый Бог. А Богу единственное нужно... Сердце сокрушенного и смиренного Бога, не приходящего ко мне, Господь говорит, не изгоню его. Человек, когда осознал свой грех, хочет в нем покаяться. А вот это хуана Духа Святого, это близко к отчаянию. То есть человек не верит в милость Божью. Вот такой еще грех, такое отчаяние. Отчаяние. Я столько нагрешил, но Господь меня не простит. Вот это вот неверие в то, что Господь простит, вот это отчаяние, это тоже есть грех. И продолжает человек грешен. Как Иуда? Как Иуда, да? Может быть, да. Он его любил, он пожалел об этом. Причем Иуда, понимаешь, он осознал свой грех. Он говорит, предал я кровь невинную, однако пошел и удавился. Он не верил, что Бог ему простит. Да, он думал, что Бог его отгонит и выгонит его. Он не думал, он сомневался прощения. Он будет вечным коизгнальником, я так думаю. Ну, а как в толковании написано? Игнатий Ходж однажды рассказывал нам в толковании о том, что Иуда думал, если он сейчас попадет в ад, Христос же сошел в ад. И он там принесет покаяние перед Христом. Но, как говорится, разминулись, не успел. Христос уже на тот момент, когда Иуда удавился и попал в ад, Христос оттуда уже вывел всех праведников. Вот так нам рассказал. После грубо покаяния нет, если он будет уже мертвый, он не может покаяться, у него этого не будет. Христос же вывел из ада душа, вывел. И он хотел, чтобы Христос его тоже вывел. А у него так не получилось, Господь не позволил. За гробом нет покаяния, это для людей, которых уже после Христа родились. А те же, которые люди за Христа были, они же... Или они каялись до грубо, или как? Ну, перед смертью каялись, перед смертью покаяние приносили. Но если бы они приносили покаяние, а почему же и Господь в ад отправил? Искупления не было еще. А тогда все шли в ад. И пророки, и святые, и все. А как же животных жертву за грех приносили? А как же притчу Христос рассказывал о богаче и Лазаре? На луне Авраамова. Это же не был ад. На луне Авраамова. Но разные места. Да, разные места. Поэтому, видимо, были какие-то разные места. Может быть, это не то... Царство небесное было. Я тоже когда... Но, однако же, Христос не в луну Авраамова, а за праведниками спускался именно в ад. Да. То есть, видимо, праведники уже были вместе праведников. Значит, в аду было... Еще несколько... В луне Авраамова, который такой... Еще несколько комнат. Он же сказал, что, говорит, вот эти праведные люди, верующие, как Моисей, допустим, Авраам, они находились в месте покоя. В месте покоя. Над ними никто не мог издеваться. Как вот там мы пойдем в ад, допустим, кто пойдет. Там же уже дьявол имеет право на них делать то, что хочет. А здесь он хоть и не в раю был, но он был в спокойном состоянии. То есть... Покое, так называется, спокойное. Вот как-то так, знаете, говорил. Не в месте мучения. Ад есть, но и не в раю, понимаете? Не в раю. Вот. То есть, какой-то вот... Предбанник. Это я запомнила, когда первое будущее ходила, кто-то вопрос задал, знаете. Вот она вспомнила это, а я вспомнила, что место покоя. По несколько толкований на вот это приведу. Ну, а когда Господь вот прощался, говорит, я пойду и устрою для вас обители, подготовлю обители. Да, когда он ушел, тогда мы сейчас можем не пойти в место даже покоя, а куда Бог определится. Что же это называется у нас на покоя? Вообще, сюда было нажать. И так продолжает. После Павел писать Тимофею. «Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю». Вот опять о ловце дьяволе речь идет. Сегодня о чем мы говорили. Еще раз впереди прочитаю. «Скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю». То есть терпение нужно иметь к грешникам. Дьявол их уловил, но Господь может дать им в любой момент силы покаяться и отстать от этого греха. Толкование. «Понимая это не только относительно учения, но и относительно жизни. Люди находятся в сети дьявола не только по учению, но и по жизни. Следовательно, без озлобления должно исправлять и тех, которые колеблются в жизни. Ибо как воробей, хотя и пойман за одну часть, разумею, ногу, находится во власти того, кто поставил сеть. Так и мы находимся во власти дьявола, хотя мы уловлены были им не всецело, разумею, веру и жизнь, а только в жизни. В заблуждениях, говорит, погрязают они, но уловленные Богом в его волю, то есть Божью, может быть, они выйдут из вот заблуждения. Воля же Божия не только в том, чтобы веровать, но и жить право. Следовательно, понимая это не только в отношении к догматам, но и к жизни. Некоторые под выражением, который уловил их свою волю, разумеют дьявола. Еще вот сегодня, как раз вот, сколько раз убеждаешься, не раньше, не позже, именно это толкование. Сегодня как раз мы разбирали о ловцах человеков. Точно. Говорили о ловцах человеков, то есть те и другие ловят. А Лас-Вегас ловит свои сети. Мы, христиане, ловим свои сети евангельские. Те хотят погубить, чтобы они были свободны от праведности. Мы же хотим, чтобы люди были свободны от греха. И часто люди простодушные, малодушные, слышат призыв к свободе. Свобода, это же хорошо. Свобода, это же хорошо. Быть свободным. Кто? Да, никто. Ты хочешь быть свободным? Ну, свободным, это плохо, что ты свободным. Конечно, хорошо. Тарас, хочешь быть свободным? Господи, я хочу быть свободным. С Богом. Словно птица в небесах. Хочешь быть свободным? В Лас-Вегас поедем? Нет, поедем. Ну, а как же свобода? Что ты тут не свободничаешь? Да мне зачем в Ладыге все-таки? Ты же свободен. Хочешь ехать, хочешь едешь, хочешь не едешь. Тогда только вот, как быть, можно ехать. Свободный, но только с Богом. С Богом. А с Богом туда не примут нас с тобой. А, не примут, значит, там... Не нужны мы там с Богом. А мы там не должны быть. Мы должны с Богом быть. А не с вами. Я вот и говорю как раз о свободе. Свобода есть двоякого рода. Свобода от греха и свобода от праведности. Что такое свобода от праведности? Там в Лас-Вегасе говорят, да плюнь ты на родителей, мало ли ничего там тебе говорят про Бога. Нет ничего. Вот есть сейчас жизнь. Ешь, пей, гуляй, веселись, либо завтра помрём. Пока не померли, наслаждайся. От пьянки. Ой, господи. Свобода, казалось бы, заманчивая. А что, правда, что я буду мамку слушать? У меня своя жизнь. Я свободная личность. Начинает, ребята. С дьяволом. С дьяволом. И он пошёл за дьяволом. Пошёл в казино. Промотал всё. Все денег нету. Побили его там и спинали. А потом, как в притче о блудном сыне. И вспомнил, что у мамки-то с папкой там. Крюшки питаются хорошо. Хорошо, если живой ещё останется. Живой ещё останется. А он мучает, где он-то ему тут помучает. За такую лёгкую жизнь придётся... Ой, как рассчитывается. Тяжело. Дружка, что, сейчас ты старый старый? И вот сегодня как раз мысль была вот эти вот казино, карты. На каком гахе всё это замешано? Средозволенность. Сребролюбие. То есть... Сребролюбие. Лёгкие деньги. Да. Вот. И мне тоже в интернете предложили лёгкие деньги. Ссылочку. Всё. Ну, я же свободен. Свободен. Я могу выбрать лёгкие деньги. Могу выбрать тяжёлые деньги. Ну-ка, расскажи о каналах. Да. А почему? Ты меня разрешает? Потому что дьявол правит там. Потому что вот дьявол правил. В интернете зарабатываются миллиарды денег. Ничего не делают. Так что они тебе предлагали такое, расскажи. Ну, что-то типа казино, что-то вот такое. Вулкан. Ну, Тараса спросил. Он лучше тебя. Он уже заработал. Ну, да, за дитями наблюдать. Почаще там. Так уж если она не наблюдает. Есть такая кнопочка в интернете. Дети, заткните уши. История называется. Уши закрыли. Тыкаешь. И где ребёнок, на каких сайтах был, можно всё просмотреть. У меня один ребёнок тоже. Ты не знала? Зачем уши? Все сказали, уши там. Зачем тебе это? А уши открыла? Зачем? Так что по всяким пакостям, по помойкам в интернете не шарьтесь. А то мамка надерёт кое-что. Да, инфекцию получите в мозг. Да. Оно будет тебя сверлить и сверлить. Сделай, сделай. Тарасик, сделай. Ой, Господи. Жил у меня один студент, верующий, храм здесь вот был. Всё. И чё меня кто-то дёрнул, как говорится, посмотреть. Посмотрел. Порнографические сайты смотрел человек. Всё. Ну я его увещал, скротость, всё. Он потом, потом, два года, ему пришлось съехать от меня. Говорю, мне не нужен такой блодяга-то. Товарищ. Товарищ. А потом мы ходили на крещение, и он там с нами Евангелие раздавал. Всё вроде, ну, колеблется. Но я его не строго там, ничего, я его не это, я хрупко говорю. Зачем тебе это надо? Зачем? Ты что, его историю посмотрел? Да. Да. Ты даёшь. Залез в чужой компьютер. Он с твоего компьютера смотрел? А? С твоего компьютера смотрел? Со своего? Ну, и ты вот так вот залез в его компьютер? Я залез в его компьютер. Ну, раз он живёт в его доме, он может и к нему вот этих всех. Он залазит в мой компьютер, я залазил в его. А, ну всё, понятно. У меня никого, у меня ни паролей никогда, ничего, ничего нет. У меня Никита Устинов жил, я в ВКонтакте там, Никита, и мне приходится вот это, со своим именем, всё, как-то вот, все письма открыться, читать, ничего. Никита уехал, жил. Никита уехал. Ну, он уже отучился. Никита. А варьме его не забрали? Понятия не имени. Да вот же был он где, в храме на прошлой лень неделе. Нет, сказали, что военкомат его там не так называли. Не знаю. Так он же куда-то поступил. Закончил. Закончил, всё? Да. Так что-то скоро. Глава 3, 2 послание Тимофея. 1 стих. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Так как в те времена много было злых людей, то чтобы Тимофей не смущался этим, апостол прежде сказал ему, в большом доме и так далее, есть сосуды глиняные. А теперь говорит, что злые люди будут и после. Ещё при Моисеи были и Ани, и Амри. Следовательно, это явление не новое. И оно продолжится не до тебя только. Поэтому не негодуй. Времена тяжкие, то есть весьма плохие. Не дни нужно понимать, ибо какие плохие дни, но, разумеется, совершаемые в эти дни плохие дела и люди. И само вот говорят, вот было время там, раньше было лучше. Да время-то при чём? Были плохие дела и плохие люди. Раньше. Да и все было. И они всегда есть, были и не будут. Но. Писание говорит, что чем ближе ко второму пришествии, тем всё хуже и хуже будет. Дальше сейчас мы будем читать. У многих охладеет любовь. Так и мы имеем обыкновение называть времена плохими и неплохими по свойству дел, какие случаются в эти дни, или по свойству людей. Сейчас послышатся, что вот в Советском Союзе люди были добрее. Рыба в камень была, как говорит один, всё бы было хорошо. Это не всё. Если бы люди жили бы в те времена, и им бы сказали, что будет такая свобода слова, как сегодня, они было и хочу в будущее. А многие вот сегодняшние коммунисты, тотский коммунизм, жили хорошо, колбаса 2,20. Водка 3,20, все было дешево. А что, а кто любит всё, что подешевле? Да сребролюбивую любит. Что сребролюбивую, Игнатихович, всё подешевле берёт. Сребролюбивым не назовёшь. Сребролюбивый. Нет, он сказал, говорит, я жадный. Он говорит, я жадный, и поэтому я везде экономлю. Ну то есть мне нельзя назвать того, кто пытается купить что-то подешевле, назвать его сребролюбивым. Нельзя. Однозначно нельзя. Нет, я имел в виду не это. Я имел... Других людей даже доходов нет. Ты только посмотри, какие пенсии у людей. Я имел в виду у людей, работников. Вот раньше было. Вонка дешёвая, сейчас дорогая. Вот это вот я имею в виду. Раньше можно было на халяву что-то, сейчас приходится трудиться в трипота. Чтобы купить какую-нибудь палку. Деревяшку. А что можно было на халяву раньше? А раньше что? Всё тащили с завода, всё перебрасывали. Я работала на шинном заводе в цехе вулканизации, 800 человек. И вы знаете, всё подряд. Один тащит, ему вот это нужно, другой тащит, ему вот это. Тащит, воруют? Да. А потом говорю, а это куда, вот это, железку-то потащил? Он говорит, а мне это нужно к чему-то там припаять. Он говорит, куда вот эти железки такие длинные? И тоже, я вот иду, бухгалтер говорит, ты тут... И короче, там лучше не работать. Всё тащили, вот всё. Ну, потому что нигде ничего не было. Не было, и купить нельзя, не продавали. Да. Да, вот это и плохо. Это не продавали нигде. И поэтому мы всё разносили. И от раны не было такое. А самое главное, самое главное, в чём заключается вот эта история всей нашей вот этой жизни, когда всё тащили и несли. Оказывается, коммунисты это позволяли делать, потому что они говорят, ну так мало людям платили, что пусть они маленько и возьмут каждый, ничего с нас не убудет. И они позволяли, и глазки закрывали. И мне как-то это, я говорю, вот Тащик, он говорит, да ты закрой свои глаза и не смотри. И я не стала в цех вулканизации. Шины вот эти каждую просчитываете каждое утро. Сколько вот они заготовок, сколько вышло вот из этой этой штуки-то вот таких больших. Я говорю, так опять 12 штук не хватило, али 5-10. Они уже потом говорят, иди уже место себе ищи, и всё. Считаешь хорошо, да? Да, Салтар, когда проработала всё. А сейчас ещё ручше стало. Да и ловили. Ужас, что твои ловили. Да, миллиардами. А сейчас воруют, правда, деньгами. И целыми островами покупают на эти деньги. Ну это не заводчане воруют миллиардами и островами. С вашими страми. Ты сам её поднял, Серёга. Советский Союз, заводы, водка и всё на свете. Какой там радостей потом нет. Всё потом стало. 2 Тимофея 3.2. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. Ни благодарны, ни честивы, ни дружелюбны. Толкование. Тотчас указывает и причину всех зол. Эта забота не о делах ближнего, а только о своих собственных. Эгоизм. Самолюбивый человек любит только себя самого. Отчего происходит, что на самом деле он не любит и себя. Ибо как в членах тело вред, наносимое одному, распространяется и на остальные. Ибо что бывает в зданиях, то и в церкви. Кто презирает брата и заботится только о себе, тот вредит себе самому. Далее. Сребролюбивый. Указав корень, в частности, причисляет и отростки от него, из которых первое и наибольшее есть сребролюбие. Ибо как из любви всякое добро, так от самолюбия противоположно любви всякое зло. Любовь широка и повсюду разливается. Самолюбие стесняет широту ее и сосредотачивается на одном только себе. Далее написано. Горды. Над людьми, возвеличиваются и высятся. Мне понравилось, как я вам показала. Гордицы, как ты показала? Гордого человека, как ты? Ну-ка, покажи, как он гордый человек, как он для себя. Ты сказала, что я вот такой? Я в такой, вот такой, а все такие. Сыжи там. Мне надо вот так. Ты-то Игорев говорит? Над людьми возвеличиваются и высятся. Когда разрастается зло, то доходит и до восстания против Бога. Если кто-то тщеславится пред людьми, тот будет потом приписывать себе и всякое совершенство, а не благодати Божией. Тогда он становится уже богохульником. Это справедливо и так. Ибо кто богохулит, тот как станет почитать родителей. Кто не почитает родителей, тот будет неблагодарным и к другим людям. Такой человек и неправеден, потому что в сторону отлагает святость и долг, но он и недружелюбен. Ибо кого другого будет любить человек, который отверг Твоего благодетеля? Творца и родители. А родители тоже благодетели. Они детей кормят, питают. Как он, если родители не любит, как он других будет любить? Конечно, это вот. И вот апостол Павел еще 2000 лет назад писал Тимофею, что наступят такие времена. Хотя они в те времена, и во времена Моисея уже люди были ужасно какие. Далее еще, перечисляю, какие будут дальше люди. Непримирительны, лебедники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра. Толкователи и непримирительны, не примиряются ни с кем, хотя бы даже с благодетелем своим. Клеветники. То есть злословящие всех. Человек, не сознающий за собой ничего доброго, клевещет на всех, выдумывая и находя в этом, казалось бы, некоторое утешение для себя. Невоздержны. И в языке, и в чреве, и во всем другом, жестоки. Видишь, какими делает самолюбие и сребролюбие. Зверями вместо людей. Враги всякого добра. Встречались вам такие? Встречались, все рядом живем. В одной квартире даже. В сплошек рядом. Далее, четвертый стих. Предатели наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Толкование. Предатели дружбы. Наглы, то есть, не твердые, не постоянные. Напыщены, исполненные надменности. Иначе и быть не может, ибо где любовь к слостям мирским, там желанию божественного нет места. Второй Тимофея 3.5. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Толкование. У нас стык только. То есть, они принимают только вид благочестия и притворяются. Делами же отвергаются его. Заметь же, что сила благочестия и как бы нервы его в делах. Почему? Правильно говорится, что оно без дел мертво. Слово вид, в другом месте, Римлянам 2.20, апостол употребляет в хорошем смысле. Учитель имеет образ знания, то есть, заседает и образует знания в учебниках. Если такие люди будут в последние времена, то, как говорит всяковых, удаляйся. Вероятно, и тогда было несколько таких, хотя не в большей степени все-таки было. Поэтому, как бы так, говорит апостол, такие и ныне найдутся таковых, отвращайся, это хорошо будет. Поэтому прибавляет, к ним принадлежат те, которые вкрадываются в домы. Или последними днями Павел называет дыни, которые последуют тотчас по его кончине. А Тимофей останется еще в живых. Или что ближе к истине, как судит святой Иоанн Златоуст, через Тимофея апостол увещает всех удаляться от таких людей. То есть, он пишет Тимофею таковых удаляйся, но в надежде на то, что это письмо Тимофей прочитает на собрании, и люди будут удаляться от этих таковых, от их таковых. Можешь перечислить? А каковы? Вспомни кого-нибудь. А кого ты показывал? Кто они такие? Гордых. А как они еще называются? Синоним слова гордые. Гордецы. 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 Напыщенные такие. Когда они такие. Я такой. Напыщенные. И кто был гордым и спал с неба? До десяти минут. Дьявол. Сейчас. До десяти минут. Сатана. Сатана. Мужчина только богатый мужчина. Ой, не скажи, если не богатый напыщенный. А чем там напыщенный? Если не богатый. Гордостью напыщенные. Гордость. Даже бывает человек нищий, но он гордый. Я гордый. Надменный нищий. Есть такое выражение. А еще такие люди, имеющие вид благочестия. Только вид. Таковых обращаются. Таких надо распознавать. Не встречались такие. Это называется лицемерие. Что такое лицемерие? Что такое, скажи? Знаешь, огня? Лицемерие что такое? Лицемерие... Глаза льсти, а сама думай другое. Вот, как типа лицемерие. Лицемерие. То есть лицемерие. Одному одно говоришь, другому другое. Нет. 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 Лицемерие... Ой. Это тогда человек лицемер, который хочет, чтобы все о нем думали хорошо. Ну, каждому говорит разное, чтобы думал хорошо, потому что все люди разные. Лицемер – это двоедушный человек. Двоедушный человек. Ну да, он делает это, чтобы выглядеть хорошо, в общем, в обуви. Не говорить правду человеку в лицо, а говорить ему приятное. Это листец. Это листец. Листец и лицемер – это вещи разные. Ну, говорит, ты не лицемерь мне. То есть лицемерь, говорит, говори правду. Нести мне. Лицемер – это тот, который в одном обществе один, в другом обществе другой. Лицемер, Господь говорит, лицемер, вы, говорит, напоказ молитесь, чтобы другие думали, что вы домой приходите и начинайте там всякие грехи делать. Понимаешь? Это перед людьми и грешащие. Да, тайно грешащие. Понимаешь? Но никому, чтобы, не дай бог, никто не узнал, что он плохой. Чтобы все думали, что он хороший. Все думали, это рабы чужого мнения. А апостол говорит, а мне без разницы, как вы обо мне думаете. Я, совесть моя показывает, я за собой ничего не чувствую. Клевещите вы на меня, не клевещите, поносите. Смотри, Христа поносили, а он свят. Христа прилетает, что он богохольник. Ну, что Христа-то рассказывал? За то, что он называл себя сыном Божьим. Но из зависти. Пилат это понимал. Продолевое зависть. Народ шел за ним, потому что он был свят. А за учителями не шел. Хотя они внутри-то понимали, учим одному, а сами-то не делаем. Внутри, не понимаешь, все равно совесть. Учишь не красть, а сам крадешь. Учишь не пролюбодействие, а сам пролюбодействие. И Господь говорит, думаешь, что я такой же, как ты. В общем, таковых людей нужно удаляться. Второй Тимофей 3,6. Крик всем принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями. Толкование. Словом, вкрадываются, указывают на их бесстыдство и коварство. Не сказал, обманывают, но пленяют, пользуются ими, как рабынями. Ибо таков обольщаемый. Заметь, что предаваться обольщению свойственно женщинам. Следовательно, и мужчина обольщаемый может быть назван этим именем. Утопающих во грехах. Означает ей множество и беспорядочность и смесь грехов. Обманывают не просто женщин. Ибо природа не должна быть осуждаема. Но жен, имеющих множество грехов. Ибо кто не сознает в себе ничего доброго, тот скорее склоняется на ложные догматы, утешая себя тем, что не подвергнется наказанию за свои дела. То есть тайна греша, имеющая вид благочестия, ватта неохота. А дай-ка я расскажу всем. Учения не вечные. Ищет облазин. И он сам в это начинает верить ложно. Но вместо того, чтобы отставить грех, он себя ложно утешает самообращением и самоутешением. Я встречалась с такими звездной жизнью, пятидесятниками сейчас. Так себя ведут. Убращаются. Там говорят, а нам говорят, что все спасутся. Все до одного. Это как нам? Ну, вообще-то слуху, конечно, скид. Тем более, слуху грешному. Человек грешный, от греха отставать не хочет. Но и ватт не хочет. То есть вера какая-то у него есть. Совесть подсказывает, что он неправильно делает. Но силы воли, силы духа, решимости грех не хватает отстать от греха. Вот нам часто не хватает решимости. Сказать? Нет, я все. Как это ересь-то называется? Которая исповедует... Ну, еще все спасутся. Ересь... Воролья. Ересь Воролья. Оригена, да? Оригена. Оригена. Собирайте попал. Ересь Оригена. Да, Оригена. Я воню сюда. Не может быть, чтобы все погибли, все миллиарды погибли. Чтобы ват пошли, которые не верили на землю. Да, Господь так не может. Такого не может этот Бог допустить. Еще так это красиво все это объясняет. Да и многие простили. Да, а суд-то для чего придет Господь судить? Сам не тащит. Если не всех простит. Осипов Алексеевич еще такое говорит. А для чего там? Суда не будет. Опытом простит всех. Еще раз повторю. Слушайте. Ибо кто не сознает в себе ничего доброго, тот скорее склоняется на ложные догматы, утешая себя тем, что не подвергнется наказанию за себя. Как добрых дел не делает. Вот он и склоняется. Ложным догматом верит в лошадь. Водимых различными опытами, то есть корыстолюбием, славолюбием, страстью к роскоши, к нарядам, указывает также и на постыдные пожелания. Смотри. Водимые как будто говорит о бессловесном. Они как животные. Животные водят коня за гвоздечку, так же и дьявол пошел, повел его в пивнушку. Он идет, вводимых различными кохотями. Кохоть она здесь начала рождается. Я хочу пойти в магазин, купить спиртное. Потом человек идет, потом достает деньги, потом платит, потом идет назад, потом наливает. Видите, сколько времени у него есть остановиться? Много. Достаточно много. Если кто-то молился. Вот. Поэтому, Господь, не в вас желай, то есть на самой ранней стадии старайся отрубить, даже в мыслях. Если помыслил об этом, все, начинает молиться, что-нибудь делать, чему-нибудь другим себя отрекать. Сказать? Говорю. Сколько минут? 13 минут осталось. 2 Тимофея 3.7 Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Мы уже сколько лет учимся, и учимся, и учимся. И дойти до познания истины. Почему? Толкование. Может быть, они достойны снисхождения? Никак нет. Напротив. Тем более, не заслуживают его, так как они погрязли в грехах и похотях, что отупел и разумы, так что их не способность познать истину не естественный недостаток, а следствие неправого направления их произволения. То есть, когда человеку что-то не открывается, что-то он не понимает, он стесняется сказать? В этом он виноват сам, потому что он грех пустил в разум. Господь ему не открывает, то есть, он как бы определяет, ты отстанешь пьянство, у тебя мысль проясница, я тебе открою. Да, у него все затуманено, не бедно пьянством, это может быть сребролюбя, крестолюбя, аджорство или еще что-то. Я вот по себе замечал, что многие сектанты говорят, пища не удаляет от Бога и не приближает к Богу. Приближает. После поста так хорошо думается. Приближает к Богу. Вот. Мысли светлое появляется. Что я хотел сказать, что когда обожрешься, отдаляем. Вообще. То он не говорит. Или вот Бог. Он и не нужен. И спать хочется, и это. Да, и не удаляем. И только там про Бога, и работать не хочется. Ничего не хочется. Да, нужда только есть, и работать. Пища удаляем. И ты ничего не делаешь. Да, плоть-то. А вот когда воздержишь, так хорошо. И вроде и, казалось бы, энергии-то в тебе нет, пищи-то. Просто в топку не закинул, откуда селся, говорит. Ой, так чтобы вот это все переработать, что ты накидаешь, столько сил уходит. Ноги отнимаются. И ноги отнимаются. Второй Тимофей 3.8 Как и Амбрий противились Моисею, так и сии противятся истины. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Полкование. Это были волхвы времен Моисея. Откуда Павел узнал их имена, когда об этом не говорит Писание? Имена их заимствованы из неписанного предания, или, вероятно, Павел узнал о них от Святого Духа. Когда кто раслил свой ум страстями, тогда он бывает неискусен в вере. Сказал безумец, нет Бога. Псалом 52. Почему? Потому что они развратились и сделались мерзкими в беззаконии. Посему для принятия веры потребен ум нерасцленный. Итак, будьте внимательны к себе, чтобы нам не растлиться страстями, и чтобы в нас не нашла место порча верующей. Второй Тимофея 3.9. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми получилось. Толкование. Как же в другом месте апостол говорит? «Они еще более будут преуспевать в нечестии». Второе Тимофею 2.16. Там он утверждает, что веретики, начав вводить новости и заблуждения, не останавливаются, но постоянно изобретают более новые. Здесь же он утверждает, что они не обольстят и не увлекут многих, хотя сначала, казалось бы, совращают некоторые. Но скоро сами будут обличены. Посему он прибавляет следующее. «Если не веришь, научитесь того, что случилось с теми волхвами». «Те были обличены в том, что делали призрачные чудеса и обманывали, когда Моисей совершил истинное чудо. Поэтому все, что по существу своему нехорошо, на время только кажется хорошим». «А кто помнит о этих чудесах при Моисеи волхвы? Какие чудеса? И что они...» «Как он выступил этим посохом? Вода профилактира». «Потом...» «Слушай, я не помню». «Не помню». «Звенят». «Ну, Моисей чудеса творил истинные. И волхвы творили в воду в кровь». «Ну, вот Лена Степана говорит, воду в кровь превращали. Посох тоже. Посох кинул, да. Посох кинул, да. Посох кинул. А этот кинул, стукнул Моисея. И у него тоже посох пропаганды. «Ну, они не смогли сделать, когда он руку засунул в пазуху и достал, и она была, как у прокаженного, больного. А потом снова засунул в пазуху и стала, как здоровая. Этого они не смогли повторить. «Змей, змей, змей, это уже познать цифру». «Да, змей Моисея, тех змей познать цифру». «Да». «Тебе змей познать цифру». «Да». «Ну, понятно». «Ну, и вот мне не совсем понятно, как вот различать чудеса истинные и чудеса ложные. Там и там явное чудо, но…» «Тебе зачем чудеса вообще?» «Я объясню». Потому что в последние времена будут люди прельщены чудесами ложными. И вот я и спрашиваю, что значит ложными? Ложными в том смысле, что им не нужно верить, потому что это антихрист. Или что они ложные, потому что никакие это не чудеса, а просто фокус. Иллюзии точно. Иллюзионисты. Они же не волшебники, они делают иллюзию. Ну, самолеты исчезают, там, в Куперфилд, там, в клетке его, там, обракают ли он на дно океана и потом достают пустую клетку, он там, как он так, транспортировался. А была такая передача, что? «Вылез». «Вылез». «Телепортировался». «Вот». «А была такая передача, или книга я читала, где вот эти вот все фокусы описываются. Ну, так просто нас обдувить, оказывается. А людям нравится ходить на эти фокусы почему-то? «Потому что чудеса, ищут все чудес». «Ищите чудес». «Да». «Нет, ну, а духовные чудеса – это хорошо, и можно их искать. Я считаю». «Например». «Приведи пример духовного чудеса». «Да, например». «Ой, пример духовного чуда». «И где его найти?» «У меня много чудес, например, со мной случается. Пошла за грибами. Говорю, «Господи, вот веди меня к грибочкам». сошла с автобуса, сошла с автобуса, за одними грибами собралась, тут тополя идти, а потом вот какое-то такое вразумление, вот в тот лесок надо сходить. Пошла в тот лесок, а там грибочков столько, и такие грибочки прямо, вот я их хотела, мне их заказали, но не чудо-чудо. Вот даже вот так. «Супер духовное чудо». Да, это совсем не духовное. Нет, ну я просила, я к Богу обращалась. Да ясно, Бога. С моей грибочкой буквы тоже Бог называется, это сатана. Он тебе может вообще город и грибов, город и золото предоставить. Ну, не знаю. Это все, это все не духовное. Ты же не просила, «Господи, пошли ты моему-то вот, Гришеньке, чтобы он уверовал, остепенился». Вот это, Бога, это духовное, его просишь. А когда ты грибочки просишь, это не духовное. Это не просите, говорит, всего этого вот, житейского. А вы даже только подумали, и нужда какая большая, вот в времени в Аминьи где было, и Господь помогал. И посылал святых, чтобы этим людям, которые не умерли, они, может, не просили, а сердцем вот обращались, нужда в этом, дети умирают, нужда. Вот, он сам помогал, даже не прося, он помогает. А когда ты вот так попросил, ты даже никому это не рассказывай. Тут написано, что… Вот смотри, елины ищут чудес, ой, иудеи ищут чудес, а елины мудрости. Иудеям подавай чудо, какое, так даже Моисея, что просили, ты нас завел, нам вот тут есть, пить нечем, воды нету. И он-то им и воду даже из скалы, из скалы, в пустыне, дал воду попить. Так они еще и потом роптали, а нам нужны куропатки, а мы мясо долго не ели, а мы чеснока не ели, им вот это вот понадобилось. Они всего, чего просили. Тому, чего они потеряли, не имеют долго. Вот чеснока им не хватало. Вот как тебе нужно, грибочков. Да ладно. Ну вообще, ну а Степана, можно я немножко поправлю? Вы сказали, что Господь сказал не просить, он сказал не заботьтесь. А просить имеет, вот ну пошла женщина, пусть попросила. Она попросила и оставила на волю Божию, даже с теми грибочками. Ну Господь ее привел к хорошему месту, она обрадовалась, Бога возблагодарила. Это ее работа, работа, она ее зарабатывает. Конечно, попросила и дала. Ты только тебе можешь подумать, только тебе Бог даст, вот увидишь, тебе Бог даст. Просите сестры кроткого и молчаливого духа, что драгоценна пред Богом. Только что сказала она. Всегда просила, что Господь. Она не слышит. Явел какой-то. Она уже слышит ягодки, бы и поряночку дайте. Просите кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Это духовная просьба, я вам точно говорю. А не болтайте, как Сорокина занятия. Прости Господи, что я был строг с вами. Может глухие, половина глухих уже. Да ладно, глухие. Правила есть, поподнять его руки и устроить базар. Ну прости, Сергей Балкович. Прости, дорогой. Прости, я прощаю. Молимся, дорогуша. Молиться? Тяжело сидеть на таких лавках-то. Мне надо было полежать, мне тяжело сидеть. Давай тебе мягкое кресло кукем. Да нет, стол хотя бы. Мне вообще невозможно. Что ты там сказал? Прости, Господи, Господи, достойно и всякого истину, Божий Тетя Богородицу, Пресноблаженную Божию пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херубим И славнейшую Бессравнение Серафим Безыстрения Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Теребича Господи, благодарим Тебя за это занятие, за то, что вновь позволил нам собраться у ног Твоих. Дай нам все услышанное здесь запомнить, раствори это верою, дай силы исполнить и пошли людей, с которыми мы могли бы поделиться этими знаниями. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.